Здравствуйте, мои дорогие рукодельцы! Приветствую вас на нашем канале, посвященном нескучному вязанию. Нескучным может быть вязание, когда оно у вас получается в первый раз без переделок и четко соответствует тому, что вы задумали. И не надо думать, что нескучное вязание это только платье, джемпер, кардиган, пальто, что-то такое серьезное. Нескучное вязание может быть маленьким и очень интересным, симпатичным. Я, например, получаю удовольствие от вязания вот таких маленьких изделий, и они меня просто завораживают. Мне кажется, что если оставить меня с носками или с рукавицами, с перчатками, я в них заруюсь и вообще из машинки не вылезу. Вот только вы меня не трогали. Я могу вязать эти носки просто пачками. Но, к сожалению, слишком много других направлений, и мне приходится от этих носочков отвлекаться, поэтому у нас их на канале всего 20 штук. Вот 20-е носочки я вам сейчас покажу. Они, кстати, в бесплатном доступе. Вы можете сойти на наш канал YouTube и посмотреть. Носки, следки нашего исполнения, отличаются тем, что они вяжутся нестандартно. У них нет традиционных пяток, традиционных мусочков. То есть частичное вязание в наших носках не применялось. С одной стороны, некоторых это удивляет, как так носки, что вы себе позволяете. Такие комментарии тоже были. Какие же это носки? Не можете вязать традиционные? Да могу, но не хочу. Зачем мне традиционные носки? Без меня много кто их вяжет. Эти носки без традиционных деталей, пятки, которые тяжелые для начинающих. Вот такая конструкция, она очень проста. Но вот этот носок, ну, пятка резинкой связана на двухконтурной машине, для того, чтобы посадка все-таки была лучше. Но основной носок связан кулиркой. И вот такая конструкция, она хоть и проста, но при этом имеет идеальную посадку, отлично сидит на ноге, не сваливается и вяжется на раз-два. Но кулирка требует расчетов. Видите, чтобы носок четко сел на ногу. Здесь идет шов, здесь идут убавки, тоже под расчет. Но хочешь, не хочешь, приходится считать, чтобы оно село четко по фигуре. Вязание на вязальной машине требует умения считать. Носочек простой, но при этом требует расчетного опыта, хотя бы минимального. С другой стороны, если вы чуть-чуть ошибетесь, даже на сантиметры критично это не будет. Если же мы берем носок другой, связанный резинкой. Резинка тут, правда, идет не по всему периметру, а частично. В том, это не совсем резинка, а полный ластик. Ну, полный ластик, это тоже разновидность резинки. То есть здесь расчет практически отсутствует. То есть нам нужна длина стопы, ну и плюс-минус ширина. Резинка тем и хороша, что она стянет все, она все стерпит. То есть если носок не может быть мал по ширине ноги, по объему ноги, и не может быть велик, потому что он сядет. Выкройка такого носочка вообще простая. Это квадратик, квадратик, то есть вообще ничего не надо. Представляете, вы получаете идеальную посадку на ногу. Без усилий вообще. Но, естественно, для этого вам нужна двухфонтурная машинка. То есть двухфонтурная машина, это не только резиночки по краю полотна. Это не только горловинки. Это вообще все, что угодно. Вот даже на таком примере, как носочек, можно видеть, что двухфонтурная машина позволяет нам вязать необычно, быстро. На вязание квадратика, в прямом смысле квадратика, потому что абсолютный квадрат, уходит минут 10. Носок готов. Это с расчетами, с подготовками, с оправкой нити, с сшиванием. Сколько времени у вас уйдет на традиционный носок? Вот такие носочки можно использовать, например, как гостевые тапочки. С такими можно пойти в гости. Такие носочки можно надеть в кроссовки ребенку. Дети ходят с голыми ногами. Зимой у меня это вызывает ужас и вообще кошмар. Как так можно? У них сходят в кедах голыми ногами. Можно хотя бы таким вот образом попытаться свое чадо утеплить, чтобы эти носки не торчали из обуви. Придумывайте себе назначение этих изделий, потому что очень просто, очень быстро. Но для того, чтобы вязать просто и быстро, конечно, требуется хорошее владение второй фантурой, если она у вас есть. Я говорю сейчас тем, у кого она действительно есть, и кто представляет, что вторая фантура – это исключительно резиночки на кофту. Как связали, так и пошло. Какие бывают резинки, сколько их, для чего они, я попытаюсь вам рассказать в следующем видео. Но сейчас, если вы заинтересовались, если вы понимаете, что ваша вторая фантура висит и занимает место только для резинок, приглашаю вас на курс двухфантурного вязания, который стартует через пару недель. Там я вам покажу все возможности вашей двухфантурной машины. Какая бы она у вас не была, потому что у нас на курсе мы не применяем дополнительные приспособления. Вот что у вас есть на машинке, тем мы пользуемся в ручном варианте. Все резинки, узоры, пересадки, переходы, возможности вашей машинки вы будете знать без каких-то проблем, без перевязок. Продолжение следует...